И следующий пункт нашей повестки — это защита диссертации Бермет Аскарны Акаевой на тему «Опыт формирования гражданского общества в России и Киргизии». Диссертация представлена на соискании ученой степени кандидата политических наук по специальности 23.00.02 «Политические институты, процессы и технологии», научный руководитель, лектор дипломатической академии МИД России, доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации Гейм Петрович Бажанов. Официальными оппонентами выступает директор Института Востоковедения Российской Академии Наук, доктор исторических наук, профессор, член-корреспондент РАН Виталий Вячеславович Наукин. И вторым оппонентом выступает профессор кафедры сравнительной политологии МГИМО Университета МИД России, доктор политических наук Лена Георгиевна Пономарева, ведущая организация Российской Университет Дружбы Народов. Утвержденный порядок требует передать сейчас слово по личному делу соискательнице ученому-секретарю, что я с удовольствием делаю. Пожалуйста, Косова Илья Дворельна, кандидата среческих наук. Уважаемый заместитель председателя, уважаемые коллеги, представлено дело Акаева Эбермет Аскаровна, 1972 года рождения, родилась в городе Ленинграде, РСФСР, является гражданкой Киргизии. В 1994 году окончила магистратуру Лозангской школы бизнеса Швейцария, имеет степень магистра бизнес-управления. В настоящее время проживает в Швейцарии, является экономистом компании Дженнин, владеет русским, киргизским, английским и французским языками. Представлен отзыв ведущей организации и два отзыва официальных оппонентов. Также имеются другие документы, которые позволяют приступить к защите данной работы. Есть ли какие-то вопросы по делу соискательнице? Вопросов нет. Итак, продолжаем нашу работу. Если вопросов нет, слово предоставляется для вступительного слова нашей уважаемой соискательнице Бермет Аскарни. Пожалуйста, желательно здесь, чтобы запись можно было полноценно осуществить для ВАКа. И напоминаю, что у нас существует регламент, Бермет Аскарнин. Пожалуйста. Да. Я хотела бы представить свою работу, тема которой посвящена гражданскому обществу, его традиции и перспективе развития в России и Киргизии. Наличие состояния гражданского общества является мерилом уровня демократического развития страны. В развитом демократическом государстве гражданское общество должно охватывать своим социально-политическим воздействием основную часть населения страны. Охватывать и вовлекать. Анализ становления и формирования гражданского общества на постсоветском пространстве является одной из важнейших проблем современной политической науки. И актуальность этой проблемы подчеркивается, здесь я должна добавить, к сожалению, теми потрясениями, которые испытывают страны, некоторые страны постсоветского пространства. Когда мы видим, что в результате насаждаемой нам доктрины, больше западноевропейско-атлантической доктрины гражданского общества, многие страны, в том числе и моя родная Киргизия, претерпевают политические, экономические и социальные потрясения. Особый интерес для меня, конечно, представляет Россия, в которой идет активное и последовательное построение гражданского общества. Тесные исторические, политические, социально-культурные связи наших стран, а также их участие в строительстве новых наднациональных образований требуют глубокого изучения и анализа общих и специфических особенностей формирования вне гражданского общества. Актуальность исследования состоит и в том, что оно может иметь и прикладное значение. Демократизация всех сторон общественной жизни наших стран, успешная работа политических институтов, обеспечение стабильности в обществе, поступательное развитие наших стран. В своей диссертационной работе я постаралась охватить весь период российской и киргизской постсоветской истории с широким использованием трудов российских, киргизских, зарубежных специалистов по проблемам развития гражданского общества, которые позволили проанализировать социокультурные и национально-исторические особенности формирования гражданского общества в наших странах. Целью диссертационной работы является анализ теоретико-методологических аспектов формирования гражданского общества, его традиции и перспектив развития в целом на постсоветском пространстве, но прежде всего в России и Киргизии. Достижению этой цели способствует решение следующих задач. Анализ переходного состояния гражданского общества в России и Киргизии. Изучение проблем взаимодействия гражданского общества и государства в наших странах. Выявление значения национально-исторических и социокультурных особенностей формирования гражданского общества применительно к России и Киргизии. Обобщение политических и правовых характеристик взаимоотношений общества и государства. Определение функций, структуры и атрибутов гражданского общества. Анализ и определение специфических особенностей гражданского общества евразийского типа Научная новизна диссертации проявилась в самом предмете исследователя, поскольку в современной научной литературе не так еще много работ, посвященных процессу формирования гражданского общества с одной стороны в России, в Киргизии с другой стороны Мною была предпринята попытка раскрыть сущность формируемого гражданского общества, особенности данного процесса, определяемые переходным состоянием их социально-политических систем Обоснована оригинальная идея гражданского общества евразийского типа, основы которой заложены в России и Киргизии Сформулированы прогнозы развития институтов гражданского общества в наших странах Научная новизна диссертации заключена в привлеченном авторам широком круге источников, документальных материалов и литературы Получены результаты сформулированной выводой рекомендации, как мне представляется, могут послужить для изучения политических процессов в России и Киргизии и на всем постсоветском пространстве Так и для определения эффективности действующих там политических институтов Диссертация состоит из введения трех глав заключений из списка литературы В введении я обосновала актуальность своего выбора темы для анализа, научную новизну, теоретическую и практическую ценность результатов исследования Определила объект, предмет, цели, задачи и теоретико-методологические основы диссертации В первой главе развития гражданского общества в мировой социально-политической мысли Я исследовала различные исторические концепции формирования и развития гражданского общества Не изучается возникновение самого понятия гражданского общества, развитие теории гражданского общества со времен античности Эволюция взглядов ученых, философов и мыслителей, которые на протяжении веков задумывались о природе отношений, власти гражданин, государства и общества Во второй главе диссертации предпосылки моделей проекта формирования гражданского общества в России и СССР Рассматриваются исторические предпосылки, теоретические и социокультурные условия возникновения и развития гражданского общества в России Третья глава, евразийский тип гражданского общества и реалии современного мира Представляет типологии гражданского общества, существующие в современной политической науке Исследует особенности процесса построения гражданского общества в постсоветских условиях, в частности на примере Киргизии Хочу отметить, что я была не только свидетелем этого процесса, но временами и прямым его участником Заключение диссертации содержит основные выводы исследования Выделены актуальные, требующие дальнейшего изучения аспекта проблем, рассмотренных в диссертации Главный вывод исследования это то, что евразийская цивилизация способна выработать собственный тип общественного устройства При котором свободная личность не противопоставляет себя обществу и государству, а взаимодействует с ними И именно евразийский тип гражданского общества как форма проявления коллективистского устройства социума Придающего частному интересу общественно значимый характер При этом хотела бы напомнить, что понятие евразийский привязывается не столько к географическому фактору Насколько к историческим, культурным, социальным и политическим реалиям Вот вкратце немного о сути своей работы И в заключение хотела бы поблагодарить своего руководителя Евгения Петровича Бажанова Членов диссертационного совета, своих оппонентов и ведущей организации Мы продолжаем нашу работу Сейчас вопросы, которые диссертантам будут заданы Если коллеги, уважаемые, кто-то хотел бы задать вопросы, прошу это сделать Пожалуйста У меня, если возражаете, Бермет Аскар, на вопрос Скажите, пожалуйста, а вот определение гражданского общества самого по себе То есть как понятие, которое вы исследуете Оно на сегодняшний день как-то вами разработано Или вы взяли такое универсальное представление Что у нас немного есть разночтение в трактовке этого термина Я в процессе работы, я, конечно, основывалась на тех определениях гражданского общества Которые общеприняты сейчас в современной политологической науке То есть то, что это совокупность негосударственных организаций, образований, течений Которые призваны мобилизовать работу общества Как индивидуумов, так в частности в моем случае И коллективов, и общин Но, исходя из своего опыта небольшого политического Исходя из своего изучения проблемы развития гражданского общества В постсоветских странах, особенно в России и Киргизии Я несколько расширила понятие гражданского общества Ввела, если не новый тип, то новое, может быть, измерение Традиционному понятию гражданского общества Принятому, в первую очередь, западноевропейской науке И поэтому я ввела в обиход вот этот термин Евразийское гражданское общество Которое больше отвечает, в большей степени отвечает Вот и традициям, менталитету наших стран И устройству наших обществ Спасибо, да, это вот очень интересно Когда есть действительно такая новизна Не только там фактологическая или в анализе Но и терминологически Вот это довольно интересно И, наверное, заслуживает поддержки Такое стремление Есть еще вопросы, уважаемые коллеги? Пожалуйста, Марина Алексеевна Кукурца Профессор Кукурца Вот вы пишете в автореферате о том, что активное участие В формировании гражданского общества в Киргизии Приняли государственные и негосударственные институты западных стран Это как-то оптимизировало процесс становления гражданского общества Присутствие западных негосударственных организаций? Затруднило или, наоборот, помогло становлению этого общества в Киргизии? Вопрос очень сложный Потому что работа и активная работа со стороны, в первую очередь, западных организаций Началась с самого обретения Киргизии независимости в 1991 году И на начальных этапах нам казалось, что, конечно, западные страны В первую очередь Соединенные Штаты Америки Которые были бедером этого процесса в нашей стране Они именно делают это с целью помочь молодой стране Создать свое гражданское общество, построить его Но впоследствии, и особенно учитывая те события Которые произошли в Киргизстане в 2005 году, в 2010 году Мы убедились, что зачастую насаждаемые нам стандарты И понятия Запада не всегда работают в наших условиях И именно это я обосновываю в своей диссертации То есть было создано при их помощи формальное число Институтов гражданского общества И очень много, и Киргизия, например, не зря назревалась страной НПО Потому что в нашей стране активно действовали Действуют более 5000 НПО Которые созданы при непосредственном и очень активном участии Западных стран Зачастую и в целом, и во многом их работа носит и позитивный характер Но тем не менее мы видели, что когда слепое насаждение Своих стандартов и своих порядков на почве, которые, может быть, не готовы к этому Приводит к совершенно обратному результату То есть вместо того, чтобы цель гражданского общества Это обеспечение стабильности в обществе Это успешное взаимодействие гражданского общества с государством У нас как раз-таки эти организации и эти страны Они привели к тому, что противопоставили гражданское общество Государство, по сути дела Что и привело к проблемам в нашей стране Спасибо Есть еще, уважаемые коллеги, еще вопросы? Можно? Да, пожалуйста, Александр Григорьевич Задохин Профессор Задохин В развитии первого вопроса и ответа на первый вопрос Я хотел бы спросить уважаемого соискателя Почему гражданское общество на постсоветском пространстве Например, в Грузии, Украине, Киргизии Не смогло отстоять базовые ценности свободы Которые были, в общем-то, заявлены Изначально при Про разглашение независимого курса Ценности свободы и благополучия Вернув свои страны в ситуацию Разной степени социальной, экономической нестабильности Во-первых, мы не можем пока еще говорить О сформированных гражданских обществах В наших странах Я не думаю, что хоть одна страна на постсоветском пространстве Может похвастаться сформированным И успешно функционирующим гражданским обществом И как мне кажется И как я постаралась показать в своей диссертации Именно при внесении западных стандартов гражданского общества И насаждение их на нашей почве Оно как раз таки привело к тому, что Да, были, существовали формальные элементы гражданского общества Многочисленные НПО, партии, образования, движения Но, по сути дела, они еще не сформировали устойчивое гражданское общество Которое позволило бы ему сопротивляться чужим идеологиям Которое позволило бы ему сопротивляться насаждению чужих порядков Именно это привело к тому, что их незрелость Их, по сути дела, несформированность И привело к тому, что они не смогли сыграть ту стабилизирующую роль Которую гражданское общество должно играть в стране Спасибо Уважаемые коллеги, есть еще вопросы? Нет, да? А, Василий Михайлович, пожалуйста, Василий Михайлович Я не увидела, извините Профессор Татаринцев, Василий Михайлович, пожалуйста Хотел бы, чтобы вы уточнили все-таки Какое влияние на формирование гражданского общества Оказали события 2010 года в Киргизии Более конкретно так вы характеризуете все эти последствия И связанные с ними установки, которые возникли в деятельности гражданского общества Не могу сказать, что ситуация изменилась кардинальным образом Потому что, во-первых, на смену президенту Бакиеву Который покинул страну в 2010 году Пришел его бывший единомышленник и соратник То есть не могу сказать, что политика Допустим, конечно, не было тех репрессий Которые были при правительстве президента Бакиева И не было того подавления работы гражданского общества Его институтов, которые происходили между 2005 и 2010 годами Но, тем не менее, не могу сказать, что и нынешняя власть Уделяет особое внимание развитию гражданского общества Его институтам По сути дела продолжается та же политика с незначительными послаблениями Спасибо Так, ну что, поступило предложение завершить нашу часть вступительную Завершить часть, связанную с вопросами к соискательнице И мы переходим к следующему этапу нашей защиты Слово предоставляется учеными-секретарию для зачтения отзыва ведущей организации И письменных отзывов, поступивших на авторефераты На диссертацию, диссертационный совет Пожалуйста Уважаемые заместитель и председатели Уважаемые коллеги Отзыв представлен в Российском университете дружбы народов Который выступил в качестве ведущей организации В отзыве отмечается Актуальность проблематики исследования Акаева Убедительно обоснована автором во введении Где ясно сформулированы цели, задачи, объекты, предметы исследования Работа написана на актуальную тему В контексте процессов глобализации, сопровождающейся дисперсией власти Негосударственные политические акторы Институты гражданского общества Играют все более важную роль В политической жизни государств Сформировавшихся на пространстве бывшего СССР Корректно характеризуется методология исследования Достаточно репрезентативен раздел Посвященный степени разработанности выбранной темы Положения, указывающие на новизну работы Выносимые на защиту, несомненно, интересны и значимы Диссертационная работа представляет интерес Так как в ней впервые в отечественной политологической литературе Предложена концепция евразийского гражданского общества На основании анализа различных концепций и типологий Разработанных в рамках различных подходов К определению феномена гражданского общества Автор выявляет отличительные особенности Составляющие сущность евразийского типа гражданского общества Важно отметить, что автор рассматривает Евразийское гражданское общество Как перспективную модель не только для России и Киргизии Но также для ряда других государств бывшего СССР Особый интерес представляет авторский подход В рамках которого обосновывается необходимость Активного участия гражданского общества в реальной политике Именно в гражданском обществе Диссертант видит первоисточник Демократического государственного устройства Современных России и Киргизии Перспективным также представляется подход автора диссертации Предполагающий отказ от универсалистского понимания Гражданского общества Что позволяет учесть специфику влияния Национально-исторических и социокультурных факторов В каждом конкретном государстве На характер формирования данного феномена Диссертация вносит значимый вклад В теоретическое обобщение основных подходов К происхождению и особенностям развития Гражданского общества в России и Киргизии На основных этапах исторического развития Двух государств При этом анализируется также политическая практика Двух стран, зачастую значительно Отличающаяся от заявленных философских И научных принципов, положенных в ее основании Наряду с отмеченными достоинствами К представленному диссертационному исследованию Бермет Аскаровны Акаевой Можно предъявить ряд замечаний Первое. Не вполне точным представляется Разграничение объекта Совокупность опыта строительства Демократических институтов России и Киргизии И предметы исследований Политические системы России и Киргизии Определение автором предмета исследования Оказывается шире объекта исследования Второе. В диссертации практически не рассматривается Влияние на развитие гражданского общества В Киргизии события 2010 года Приведших к отстранению от власти Президента Бакива Формированию новой власти в стране Третье. Автору следовало бы Более полно системно и комплексно Раскрыть специфические черты Евразийского гражданского общества Отличающие данный тип гражданского общества От иных типов гражданских обществ Обозначенных автором На странице 139, 141 и 142 Приведенные замечания не снижают Высокую оценку диссертационного исследования Оно видится инновационным Самостоятельным, логически структурированным Интересным и значимым с точки зрения Результатов и выводов Публикации соискателя отражают Основные идеи, концепцию положения Вывода диссертации Автореферации соответствуют Содержанию диссертации Отражают ее основные положения Диссертация Акаева и Пермета Оскаровна Опыт формирования гражданского общества В России и Киргизии отвечают положению Порядки присуждений ученых степеней Предъявляемым кандидатским диссертациям А ее автор заслуживает Присуждение ученой степени Кандидата политических наук По специальности 23.0002 Политические институты, процессы и технологии Отзыв подготовлен кандидатам Политических наук Доцентом Чихаревым Обсужден и утвержден на кафедре Сравнительной политологии Факультета политологии МГУ имени Ломоносова 10 ноября 2014 года Проголосовала за единогласно Против нет Раздержалась нет Протокол номер 4 Подписи заведующей кафедры Сравнительной политологии Факультета политологии МГУ имени Ломоносова Академик Ран Пивоваров И заместитель декана по научной работе Факультета политологии МГУ имени Ломоносова Профессор Кузнецов Спасибо Итак, да В одной ведущей организации А вдруг сейчас говорить о Ломоносово А что я сказала? По-моему, что там речь шла Отзывы ведущие На что вы обратили внимание Профессор Тарин Ведущая организация Это МГУ МГУ, да Там просто, видимо, не так неправильно Была обозначена МГУ Ведущая организация Да, в реферате Но проректора Московского государственного университета Имени Ломоносова Федянина Все печати имеются Подписи имеются Да, ну в авторитерате, который разложен тоже, да Надо проверить Да, уточним Спасибо, Василий Михайлович Итак, сейчас по нашей программе Слово предоставляется, уважаемые соискательницы Для того, чтобы она смогла ответить на замечания Ведущей организации Пожалуйста, Вам слово На один из вопросов Так получается, что я уже ответила Это по ситуации с развитием гражданского общества В 2010 году Что касается объекта То, что предмет исследования Несколько выходит за рамки объекта исследования Просто изучая развитие гражданского общества В наших странах Я пришла к выводу, что без анализа политических институтов И политической системы Сложно понять роль и значение гражданского общества В этих странах И именно поэтому, по согласованию со своим руководителем Я избрала в качестве предмета Политические системы наших стран Хотя, может быть, действительно Если смотреть строго теоретически Это несколько выходит за рамки объекта исследования Спасибо Итак, продолжаем Слово передается ученому секретарю Ирине Валерьевне Николосовой Для зачтения отзывов на автореферат Которые поступили в диссертационный совет Уважаемые заместители председателей Уважаемые коллеги Также в деле имеется 6 отзывов на автореферат Все отзывы положительные Если позволите, я зачитаю только кем составлены эти отзывы Гордеева Марина Александровна Кандидат исторических наук Доцент кафедры культуры мира и демократии Факультета истории политологии и права РГГУ Додобаева Зарина Абдурахмановна Кандидат политических наук Ведущий научный сотрудник Центра постсоветских исследований Института экономики Иран Зорин Владимир Юрьевич Доктор политических наук Профессор, заместитель директора по науке Института этнологии и антропологии Имени Миклуха Маклайран Кефилий Игорь Федорович Доктор философских наук Профессор, заведующий кафедрой глобалистики и геополитики Балтийского государственного технического университета Военмеха имени Устинова Заслуженный работник высшей школы РФ Каратаев Андрей Витальевич Доктор исторических наук Профессор, заведующий лабораторией мониторинга рисков Социально-политической дестабилизации Национально-исследовательского университета высшей школы экономики Кузнецов Дмитрий Иванович Доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой философии Санкт-Петербургского государственного политехнического университета Еще раз приношу извинения за неправильно прочитанное название ведущей организации Ведущей организации в СМГУ, что и в автореферате, и в самом тексте все здесь верно Так что это моя ошибка, я немножечко болею, поэтому так произошло неправильно зачитано Итак, продолжаем нашу работу Сейчас у нас по порядку необходимо зачесть отзыв официального оппонента Директора Института Востоковедения Российской Академии Наук Доктора исторических наук, профессора, члена корреспондента РАН Виталия Вячеславовича Наукина Поскольку Виталий Вячеславович сегодня в командировке, насколько я поняла, так неожиданно оказался То регламент нам позволяет при присутствии одного из оппонентов зачесть только отзыв второго Итак, слово передается Ирине Валерьевне, пожалуйста Диссертационное исследование Акаева – это самостоятельное, добротное, интересное исследование Они выполнены на актуальную научную тему, имеющую важное теоретическое и прикладное значение Становление гражданского общества является важной составляющей идущих в России и Киргизии трансформационных процессов Которые включают в себя политические и социальные перемены, происходящие на уровне общества В целом его подсистемы разных групп населения и организаций Особую значимость приобретает в процессе становления и формирования гражданского общества в России и Киргизии Такие явления, как негосударственная сфера политической жизни, в качестве типичного выражения которой Фигурирует часто многопартийность, неполитическая форма общественной активности, проявляющаяся в гражданских инициативах Многое другое, что может свидетельствовать о поступательном характере демократических преобразований в названных стран Теоретическое изучение концепции гражданского общества, корни которой восходят к работам Платона, Аристотеля, Цицерона, Гоббса, Спиноза, Лока, Гегеля Классика французского и германского просвещения давно ведется в рамках различных наук Философии, социологии, истории, политологии, права Вместе с тем ни в России, ни в Киргизии изучение проблемы гражданского общества не стало распространенным объектом исследования Следовательно, научная новизна диссертации проявилась в самом предмете исследований, поскольку в современной научной литературе Не появилось еще комплексного политологического исследования процесса формирования гражданского общества в России С одной стороны и в Киргизии с другой Научная новизна диссертации состоит во-вторых, в обосновании оригинальной идеи гражданского общества евразийского типа Основа которого заложена в России и Киргизии Научная новизна диссертации Акаевой проявилась в третьих, в полученных результатах и сформулированных выводах и рекомендациях. Они весьма ценные и важны как для изучения политических процессов России, Киргизии на всем постсоветском пространстве, так и для определения эффективности действующих там политических институтов. В-четвертых, научная новизна диссертации заключена в привлеченном авторам в широком круге источников документальных материалов и литературы, при том, что многие из этих работ впервые вводятся в научный оборот. Диссертантка критически анализирует и творчески обобщает разнообразные научные исследования и огромный фактический материал. Она прослеживает разные, порой противоположные позиции и мнения по вопросу, составляющему предмет ее исследования, учитывает диссертантка и многообразные нюансы и трактовки. Все вместе взятое придает диссертационному исследованию Бермет Аскаровны Акаевой немалую значимость для политологической науки в целом и таких ее важных направлений, как политические институты, политические процессы и технологии. Обращает на себя внимание приводимое автором рассуждения, например, на странице 16 о праве граждан на восстание. Если учесть, что эта позиция является доминирующей во многих современных американских и европейских исследованиях, в них обосновывается значение для демократизации переходных обществ цветных революций, которые на практике оказываются глобальными и политическими технологиями. Знающий, например, из собственной страны Киргизии о разрушительном влиянии такого способа трансформации на развитие государства и институтов гражданского общества, Бермет Аскаровна Акаева возвращается к этой проблеме в третьей главе, анализируя там на странице 121-128 событий, привезшие 24 марта 2005 года к так называемой тюльпановой революции. Диссертантка приходит к справедливому выводу о том, что такого рода события не носят позитивный характер и, напротив, уводит деятельность гражданского общества от созидательных целей в область ложных ориентиров в странице 122-123. Несомненный интерес представляют и анализируемые в диссертации теоретические проблемы, такие, например, как соотношение общества и государства, роль среднего класса, конструирование которого по уровню дохода в капиталистическом обществе Акаева связывает с необходимостью поддержания социального баланса. Привлекает к себе внимание те места диссертации, в которых автор прослеживает общее и особенное в становлении гражданского общества в России и Киргизии, начиная от царских времен и заканчивая современностью. Особенно примечательными здесь видятся размышления Бермет Аскаровны относительно понятий свободы и воли, их соотнесения с правовым статусом человека. Интересным и вполне оригинальным становится в этой связи ссылки автора на такую группу, как Казачество, в частности Семереченская, в котором могли служить и русские киргизы. Новизной отличается трактовка в диссертации понятия «евразийский тип гражданского общества». В свете того, что в 2015 году начнет работать Евразийский экономический союз, именно этот раздел диссертации, посвященный евразийскому типу гражданского общества, представляет наибольший интерес, обладает особой актуальностью. В целом, основные положения вывода диссертации можно оценить как важный вклад в исследование сложной и актуальной политической проблемы, касающейся реального состояния, пути и перспектив становления в России и Киргизии гражданского общества. Вместе с тем, диссертация Бермет Аскаровны Акаева не лишена некоторых недостатков. Зачастую, особенно это заметно в первых двух главах, автор чрезмерно увлекается анализом взглядов и подходов других исследователей на проблемы становления и функционирования гражданского общества, отчего собственные оценки автора не столь отчетливо различимы или их вообще не удается сфокусировать. Так, например, поднятый на странице 13 по 24 вопрос об отношениях между гражданином, обществом и государством сводится к интересному и подробному освещению взглядов авторитетных ученых на эту тему, при том, что авторская оценка отсутствует. Недооценено, как представляется в диссертации, возможности, открывающиеся для гражданской самоорганизации в России приблизительно со второй половины XIX века. Хотя автор справедливо замечает, например, на странице 81, что в СССР функции гражданского общества и государства были тесно переплетены, стоило бы указать на то, что в советские годы возможности для самоорганизации граждан были все же сведены к минимуму. Данные замечания носят частный характер, не влияют на общую положительную оценку диссертации Берметта Аскаровны Акаевой. Ее диссертация представляет собой завершенную научно-исследовательскую работу на актуальную тему, а новые научные результаты, полученные автором, способны внести вклад в развитие политической науки. Работа Акаевой, выполненная на высоком научном уровне, отвечает требованиям, предъявляемым кандидатским диссертациям, является самостоятельным и оригинальным исследованием. Диссертация воспринимается как вполне целостное и обоснованное исследование достаточно сложной темы. Положение исключительной вывода диссертации обосновано, а достоверность результатов проведенного исследования подтверждена благочисленными фактическими и документальными данными. Научный аппарат оформлен в соответствии с существующими требованиями. Автореферат и опубликованные научные работы автора адекватны и полно отражают содержание диссертационного исследования. Данная работа отвечает требованиям, предъявляемым в ВАГ, к диссертациям на соискание ученой степени кандидата политических наук. Диссертация полностью соответствует заявленной специальности и все вышесказанное дает основания заключить. Акаева Берметас-Каровна заслуживает присвоение ей ученой степени кандидата политических наук по специальности 23.002 политические институты, процессы и технологии. Официальный оппонент, член-корреспондент РАН, профессор, доктор исторических наук Виталий Вячеславович Наук. Пожалуйста, вам слово для ответов на... Как справедливо заметил Виталий Вячеславович, первые две главы, первых двух главах действительно меньше самостоятельных оценок, самостоятельных суждений. Ну, это во многом благодаря тому, что в первых двух главах я делала больше упор на истоки возникновения, различные этапы становления учения о гражданском обществе. Исследовались многочисленные течения, возникавшие в различные периоды нашей истории. Но в третьей главе, конечно, уже это глава авторская, и представлены все существующие типологии гражданского общества. Дана критика существующих подходов и трактовок, предлагаются свои идеи, и выделяется определение евразийского типа гражданского общества. Что касается второго вопроса, действительно, вторая половина XIX века ознаменовалась бурным развитием политической мысли в России. Особенно, конечно, это усилилось после реформ 60-х годов. Не только философы и политики задавались вопросами, что делать и кто виноват, но и литераторы, деятели культуры, студенчество, буржуазия. И действительно, огромный был объем литературы, который я прочитала и освоила. В своей работе я постаралась отразить развитие идеи гражданского общества в тот период. Это, может быть, не удалось все охватить, потому что огромный объем литературы. Не всех удалось упомянуть в работе. Хорошо, спасибо. Мы продолжаем нашу работу. Сейчас по регламенту мы должны предоставить слово официальному оппоненту, профессору кафедры сравнительной политологии МГИМУ университета Медроссия, нашему другу, уважаемому доктору политических наук Елене Георгиевне Пономаревой, специалисту в этой сфере. Спасибо большое, уважаемые председатели диссертационного совета, уважаемые члены диссертационного совета, коллеги. Следует сказать, что актуальность темы Пермета Аскаровны Акаевой обусловлена необходимостью выявления причин сложного и противоречивого процесса формирования гражданского общества в странах, возникших в пределах некогда единого советского государства, некого общего политико-культурного пространства. Поэтому, конечно, особый интерес темы диссертации представляет в связи с выбором казусов исследований. Это Россия и Киргизия. Тесные исторические, социально-экономические, политические и культурные корреляции наших стран и народов, а также их включенность в настоящее время в строительство нового наднационального образования, настоятельно требует научного обоснования общих и специфических черт генезиса социальной категории гражданского общества, определяющий и обозначающий пространство межличностных отношений, автономных, а зачастую и противостоящих государственным институтам. В выявлении сложности, противоречий, как и регулярности, если использовать терминологию Кондратьева, процессы формирования гражданского общества в России и Киргизии является сложнейшей и серьезнейшей научной задачей, которая имеет и прикладное значение. Дело в том, что успешная работа политических институтов, как внутригосударственных, так и национальных, евросийских, эффективное согласование политических решений невозможно в условиях взаимозависимого мира без знаний и учета специфики работы гражданских институтов и особенностей гражданской культуры каждой конкретной страны. Вот выявлению этой специфики формирования гражданского общества в России и Киргизии посвящена работа Берметта Аскаровны. Актуальность темы определена также тем, что усиливающаяся в условиях мирового кризиса напряженность в различных регионах планеты и в том числе на постсоветском пространстве, приведшая в случае Украины к открытому вооруженному конфликту, к настоящей гражданской войне, непосредственным образом связана с особенностями формирования институтов гражданского общества и гражданской культуры. Так, например, лояльное отношение со стороны официального Киева к процессу становления ультра-националистических общественных организаций поощрение деятельности западных фондов в стране привело к тяжелейшему общественному кризису, фактически к расколу страны. И, возвращаясь к работе Каева, следует отметить, что в современных условиях перед нашими странами стоит задача перед Россией и Киргизией, как отмечает автор, выработки собственных концептуальных основ построения гражданского общества, адекватно отвечающего потребностям их развития. То есть, заимствование западных моделей не должно быть совершенно, так скажем, непродуманным. Таким образом, можно утверждать, что тема диссертационного исследования представляет не только, повторяюсь, научный, но и практический интерес. Диссертация общим объемом 168 страниц состоит из введения трех глав заключений списка литературы и содержит достаточно обоснованные выводы и положения. В частности, чтобы не утомлять уважаемых членов диссертационного совета, я ограничусь на ряде научных положений, которые заслуживают вашего внимания и которые подтверждают научную новизну и практическую значимость исследования. Первое. На основе понимания идеи гражданского общества как особого методологического принципа, это очень важно, автор определяет пределы политической деятельности государства как надстройки над совокупностью, способных существовать самостоятельно, автономно от него социальных связей и отношений, институтов и организаций. Это обоснование дано на страницах 10, 24, 28, 36, 47, 50, 55. Второй момент. Опираясь на богатую теоретическую базу, автор обосновала сущность гражданского общества историческими и национально-культурными его особенностями, определила зависимость эффективного функционирования гражданского общества в России и Киргизии не столько от существующих юридических и политических норм, что тоже важно, сколько от социально-психологического общественного климата, который проявляется в конкретных социальных установках, стереотипах, убеждениях, нормах и ценностях. Это сделано на страницах 11, 52, 63, 74, 78, 95, 100, 114, 125. И третье. Автор доказала возрастание значимости институтов гражданского общества в условиях усиления социальной и политической конфликтности. Эффективность управления как на уровне социума, так и на уровне государства имеет прямую корреляцию с гражданскополитическим характером конкретного общества и характером конкретного индивида, который означает сочетание в равной степени ценностей, опять же, интересов, потребностей человека как гражданина и человека как члена социальной группы. Это сделано на страницах 134, 143. Таким образом, диссертация, еще раз повторяю, представляет не только научный, но и практический интерес. И ряд положений диссертации может быть использован в работе государственных структур Российской Федерации и Кыргызстана, и прежде всего это Митры Российской Федерации, Министерство культуры, а также федеральные агентства, например, такие как Россотрудничество. Но, естественно, материалы могут быть использованы для чтения курсов лекций в ведущих вузах России. Тем не менее, при всех достоинствах работы содержит ряд недостатков вопросов, замечаний. Первое. Замечание касается базовых понятий диссертации. И важно, что уже этот вопрос прозвучал сегодня в ходе обсуждения. Автор продемонстрировала знания классического наследия, многочисленных современных концепций, разгрывающих специфику гражданского общества. Диссертации содержат не только теоретические положения отечественных и зарубежных мыслителей, но и критическое их осмысление. В то же время в работе отсутствуют авторские трактовки таких понятий, как гражданское общество, гражданская культура, гражданственность, социальные отношения. Кроме того, автор вводит такое новое понятие, как евразийский тип гражданского общества, не раскрывая при этом его специфику. Представляется, что целесообразным было бы провести операционализацию базовых понятий, используемых в диссертации, закрепить за этими понятиями именно тот смысл, который автор вкладывает в них и который доказал лично автор. Второй вопрос касается логическим продолжением первого. В понимании гражданского общества существуют две основные линии. С позиции первой, восходящей к работам Джона Лока, приоритетным критерием в определении гражданского общества является принцип индивидуализма. Гражданское общество – это общество, которое основано на ценностях индивидуализма. Оно невозможно без индивидуализма. Но в рамках другой парадигмы, связанной с работами Шарли Монтеске, гражданское общество рассматривается как антитеза государству. По мнению ряда российских политологов, эта позиция представляется более адекватной. Из текста диссертации непонятно все-таки, какой парадигмальной установки сам автор придерживается, и что является для автора определяющим в анализе гражданского общества. Третье замечание касается использованной литературы в диссертации, обилие которой все-таки оставляет открытым следующие вопросы, возникающие у меня. Почему, например, не были использованы работы таких признанных в этой области знаний ученых, как Шмиттер и Кин? Почему автор не обратился к трудам института системного анализа РАН? Почему не обратился к докладам ежегодным, даже в некотором случае ежеквартальным? Например, Левада-центр докладывает, называется «Перспективы гражданского общества России» или «Фонд общественного мнения гражданского общества России», к материалам «Инион РАН», «Институт современного развития» и так далее. И почему автор не использовал работы последних лет таких авторов, как Миронов, Перебудов, Подберезкин, Семененко, Ситников, Чешков и так далее. Вот вопрос возникает, почему не были актуализированы и в работе использованы новейшие разработки? Четвертый вопрос касается, наверное, стиля изложения. То, что, конечно, нельзя согласиться с рядом утверждений автора, но, например, такой, где автор на странице 90 пишет, что частная собственность существовала в рамках криминальной теневой экономики, оборот которой в последний период существования СССР приобрел значительные масштабы. Теневая экономика действительно приобрела значительные масштабы, но понятие частной собственности не зависит от масштаба. В СССР не существовала частной собственности на средства производства, в какой бы тене они ни находились, будь то легальная или теневая экономика. И, наконец, последнее замечание, связанное со структурой оформления диссертации. Во-первых, в диссертации неопределены хронологические рамки, что серьезным образом осложняет саму работу исследователя, потому что приходится делать очень большие исторические экскурсы, и в результате работа перегружается именно этими экскурсами, а интересно именно процесс формирования гражданского общества в современной Киргизии. Второй подпункт пятого вопроса. Конечно, в любой работе должно быть единообразие написания и стиля. Но нельзя писать на одной странице Киргизии, на другой Киргизии, на другой Киргизии. Должна быть некая единая форма. Но в заключении хотелось бы отметить, что высказаны вопросы и замечания не умаляют актуальности, новизны и научно-практической значимости диссертации. Диссертация Бермет Аскаровны Акаева является интересной научной работой, заставляющей по-новому осмыслить проблематику формирования гражданского общества в России и Киргизии. Основные положения диссертации прошли достаточную апробацию. По теме исследований автор имеет три монографии, хотя сейчас это и не учитывается во всяких рейтингах, но для нас, мне кажется, это очень важно. Три публикации в рецензируемых журналах ваковских, а также ряд публикаций просто в рецензируемых журналах. Автор реферат полностью соответствует содержанию диссертации. Диссертационное исследование «Опыт формирования гражданского общества в России и Киргизии» представляет собой завершенный научный труд и отвечает требованиям пункта 7. Положение о порядке присуждения ученых степеней, утвержденного постановлением правительства России от 20 июня 2011 года, а ее автор Бермет Аскаровна Акаева заслуживает при своей низкомой степени кандидата политических наук по специальности 23.0002 «Политические институты, процессы и технологии». Спасибо за внимание. Спасибо большое, Елена Георгиевна. Итак, пожалуйста, Бермет Аскаровна, вам слово для ответа на замечание. Прежде всего, хотела бы поблагодарить Елену Георгиевну за столь внимательное прочтение моей работы «Ценные замечания». Значит, по первому вопросу, конечно, я много размышляла о необходимости совершенствования, может быть, кристаллизации понятийных категорий, потому что политическая наука очень бурно развивается, требует предложений от исследователей, от ученых. Но все же мне представилось, что введение своих научных понятий определений – это, наверное, больше уровень докторской диссертации. Вот в этой своей работе я еще не осмелилась давать свои авторские определения и понятия, и вводить свои научные понятия. Но в случае продолжения научной деятельности я учту обязательно ваши пожелания. Что касается двух линий гражданского общества, изучая процессы развития гражданского общества в России, Кыргызстане, в постсоветских странах, мы видим в некотором роде наложение этих двух парадигмальных установок. На примере Кыргызии видно, что, например, в городах гражданское общество базируется больше на индивидуализме, а в сельской местности общинность и коллективизм играют очень значительную роль. Общины меньше противопоставляют себе государству, более склонны к сотрудничеству с ним. Так что для евразийского типа гражданского общества, мне кажется, более характерны смешения этих двух парадигм. По поводу использования, недостаточного использования новых, а новейших источников, должна признаться, что написание работы, и некоторые члены диссертационного совета об этом знают, у меня началось более 10 лет тому назад. Вот в то время не было, к сожалению, такого изобилия литературы по вопросам гражданского общества. Тем не менее, по мере продвижения исследований я старалась охватить как можно больше новых источников, включая официальные, государственные, надгосударственные документы стран постсоветского пространства. Просто не все из них были использованы в данной работе. Но, тем не менее, я думаю, с подавляющим большинством из них я постаралась ознакомиться и изучить их. К вопросу о частной личной собственности, о некоторых широковатостях в тексте. Еще раз хочу поблагодарить Елену Георгиевну за такое внимательное прочтение. Действительно, в тексте могут иногда встречаться оговорки. Это может быть связано с наложением языков, потому что, например, в киргизском языке частные, личные, слова эти идентичны. Поэтому, может быть, где-то иногда и это могло промелькнуть. Что касается единообразия написания стран и национальностей, опять же, это связано с тем, что диссертацию начинала писать в то время, когда еще в российской науке использовались названия и Кыргызстан, и Киргизия. А заканчивала я уже, когда было принято решение, было унифицировано название. И поэтому, может быть, где-то в тексте еще осталось, и я не заметила, к сожалению, название «Кыргызстан». Где-то просмотрела. Но я учту все пожелания, все замечания и постараюсь привести все в соответствии с существующими стандартами. Спасибо. Итак, мы продолжаем, уважаемые коллеги. Сейчас у нас на повестке дня научная дискуссия. И обращаясь к присутствующим, хотел бы кто-нибудь выступить в связи с сегодняшней диссертацией. Пожалуйста, Георгий Алексеевич, профессор Рудов, вам слово. Уважаемый заместитель председателя совета, уважаемые члены совета, надо сказать, что выбранная тема и доложенная нам сегодня Акаевой Бербета Скаровной очень важна и актуальна с учетом всех тех событий, которые сегодня происходят в мире. И при том на самых разных направлениях, и я бы даже сказал, континентах. Особо подвержена, значит, вот этим последним событиям в связи с глобализацией, в связи с проникновением западных идеалов на постсоветское пространство и угол такой называемой Центральной Азии, куда ходит Кыргызстан. Я должен сказать членам совета, что сама тема и сам подход соискателя вообще меня удивляет и поражает терпение, сила, настойчивость прохождения через этот путь. Вот действительно прозвучало 10 лет. Я помню, мы еще на Козловском совете, наш нынешний председатель совета и члены совета помнят, когда она подготовилась. И сколько событий за это время прошло, и наш соискатель не просто как исследователь был, но и участник всех тех событий, которые имели место быть в Кыргызстане. Ну давайте вспомним 2005 год, давайте вспомним 2010 год, давайте вспомним Оржские события, которые унесли за собой жизни сотен-сотен людей. И вот Бермет Аскаровна, она была и участниками этих событий. Поэтому она пишет не только, писала свою работу не только как теоретик, но и как практик. Вот в связи с этим мне вспоминать, я хочу немножко в отступлении, еще в советское время, значит, были такие стихи, они мне запомнились на всю жизнь, что история Союза писалась не авторучками, а кранами, железных стрел руками длинными, нашел на ангаре плотинами, а там еще чем-то это происходило. Вот она могла сюда привнести, привнести и своей жизненной практике, как это происходило. Вот, ну не будем даваться такие подробности биографические, они изложены в личном деле, но я просто должен отдать должное соискателю, которая сумела пронести вот это свое видение и подходы к обозначенной теме. И они доказательны, вы посмотрите, сколько работ написано ею. И надо смотреть не только Ваковские, а монографии у нее, вот, значит, здесь, они, так сказать, отражают всю тематику. Вместе с президентом, экс-президентом писали, и сама она писала, и, значит, издания Ваковские, вот, три издания, которые издавались, значит, и не только на просторах Киргизии, но и Российской Федерации, и другие издания. Я считаю, что, конечно, значит, вот и оппонент Пономарева здесь правильно сделал вроде и замечание по поводу названия Кыргызстан, Киргизия. Но я вспоминаю и свою диссертацию, я писал по государственности докторскую, изучал МГИМО, где работает профессор Пономарева. И я тоже там даже обосновывал свои, значит, книги, значит, ну, монографии, которые выпустил, откуда произошло и почему. И в Конституции Киргизстана, ну, это было, вот, она действительно начинала писать в то время, и можно было называть, и в Конституции Киргизии тоже есть такой термин «кыргызы». И вообще, и я уже привык проработать, значит, и в Киргизстане, и когда говорю, не говорю «кыргызи», я русский, а «кыргыз», оно сразу и звучит более основательно. Аманас, а, значит, события, которые, значит, были посвящены двухтысячелетиям. Государственность Киргизстана тысячелетиями измеряется. Поэтому я просил бы членов Совета, значит, отнестись с пониманием и голосовать за эту работу, за мужество соискателя и пожелать ей дальнейших успехов. Она не только исследователь, но она и государственный деятель. Она была членом парламента избранной, принимала участие, так сказать, в управлении своим государством. Вот, пожелать ей успехов. Бермет Оскаровна, надо писать докторскую диссертацию, не останавливаться до этого. Спасибо. Спасибо, Георгий Алексеевич. Уважаемые коллеги, кто еще хотел бы выступить в рамках дискуссии? Пожалуйста, врач Задухин. Александр Григорьевич, Вам слово. Георгий Алексеевич уже упоминал, что мы на Козловском обсуждали эту диссертацию 10 лет назад. Вот я участвовал в этом обсуждении вместе с профессором Шутовым и другими коллегами. И я вам скажу, что, конечно, и неудивительно, что через 10 лет текст значительно улучшен и приобрел такую кристальную чистоту. Ну, я даже не только об этом, а о том, что, к сожалению, при том, что и в науке, и в российских СМИ очень много идёт критики Соединённых Штатов. Но парадокс заключается в том, что мы постоянно делаем кальку с американских работ. Используем даже терминологию «мягкая сила», хотя до этого было совершенно другое влияние, там создавались культурные центры по всему миру. Сейчас почему-то «мягкая сила» некая новизна. Какая новизна? Уже с 20-х годов это влияние оказывалось. Мегатренды появляются. Для нас это, оказывается, открытие. Хотя наверняка есть учёные, которые об этих тенденциях, о направлениях говорили. Ну, хотя бы Вернадский. Так мы используем, ссылаемся на американских авторов, но на Вернадского не ссылаемся. Можно говорить ещё о каких-то именах. Если говорить о Центральной, о Средней Азии или Центральной Азии, можно вспомнить Прожевальского хотя бы. Да, Семёнову Тенчанского, да. Вот, пожалуйста, база, которую можно развивать. Нет, вот это какая-то закомплексованность, что ли. Потому что я так думаю, что это скорее чисто психологическое. Так вот, по поводу гражданского общества. Конечно, термин гражданского общества, и изначально эта разработка шла из Запада. И, ну, так получилось. И ничего страшного в этом нет. Но, констатируя вот это первенство, всё-таки необходимо разрабатывать свои подходы, свою терминологию. Что мы сейчас в диссертации увидели? Если говорить вообще о науке, не просто описательно, о науке. И именно по регионам. То есть, конечно, Средняя или Центральная Азия имеет свою специфику. И, безусловно, что это заложено в традиции. И об этих традициях надо говорить, надо их описывать, надо анализировать эти традиции. И я думаю, что я не согласен, что исторические экскурсы не нужны. Нужны, потому что если нет вот этих исторических экскурсов, то трудно понять специфику. И в этом отношении диссертация, как вклад в науку и как новизна в разработке проблематики гражданского общества, делает определенный шаг. Можно ссылаться теперь на эту диссертацию, а не только на американских авторов. И еще один момент. Я работаю сейчас с русской прессой 19 века. Вот это по гранту Фонда науки. И интересно, это конец 19 века. И читаешь, и никакой там демократии в 19 веке. В конце 19 века. В Европе не было. Бисмарк, более того, Бисмарк критикует эту демократию, так называемую, эту парламентскую систему. Поэтому, ну, не надо вот такого преклонения перед этой западной наукой, при всем уважении, конечно, первенства. Надо развивать свое направление, в том числе, вот, по гражданскому обществу. И это хорошо получилось у нашего соискателя. Спасибо. Александр Григорьевич, уважаемые коллеги, есть еще желающие выступить в научной дискуссии? Предлагается дискуссию на этом завершить и перейти к следующему этапу нашей процедуры защиты. Тайному голосованию для решения вопроса о соответствии работы, уровню требований, предъявляемых диссертациям, в соответствии с пунктом номер 31, положение о порядке присуждения ученых степеней. Предложение по составу счетной комиссии предлагается сделать ученому-зекретарю Ирине Валерьевне Колосовой. Уважаемый заместитель председателя, уважаемые коллеги, хотела бы предложить следующие кандидатуры, нашу счетную комиссию Пересыпкин, Олег Герасимович, Задухин Александр Григорьевич и Кукурцева Марина Алексеевна. Кто за этот состав комиссии? Пожалуйста, прошу проголосовать. Больше выступать не буду. Почему же так? Так, пожалуйста, уважаемые члены комиссии избранные, просим вас заняться тем, чтобы раздать нам бюллетени для тайного голосования, готовить протоколы счетной комиссии. И всех членов Совета я прошу принять участие в голосовании. Я напоминаю, уважаемые коллеги, что на время подсчета бюллетеней нам необходимо удалиться из зала заседаний. Комиссия будет работать под камеру без тех, кто сегодня был на защите. Спасибо. 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 Итак, уважаемые коллеги, приятная часть нашей работы. Сейчас слово предоставляется профессору Пересыпкину, председателю счетной комиссии. Пожалуйста. Так, уважаемые коллеги, значит, это протокол заседания счетной комиссии, избранной диссертационным советом дипломатической академии на 27 ноября. Значит, комиссия избрана для подсчета голосов при тайном голосовании по диссердации Акаевой Бермет Аскаровны на соискание ученой степени кандидатов политических наук. В состав диссертационного совета, значит, присутствовало на заседании 18 членов совета, в том числе докторов наук по профи рассматривающей делегации. Рождены 18 бюллетей, осталось нерожденных нот, оказалось в уровне голосования 18. Результаты голосования следующие. Значит, по вопросу о присуждении ученой степени кандидатов политических наук Акаевой Бермет Аскаровны. Значит, за 18, против нет, недействительных бюллетеней тоже нет. Все. Кто за то, чтобы утвердить за протокол, пожалуйста, прошу голосовать. Спасибо. Поздравляем, Бермет Аскаровна. И вам слово небольшое тогда для заключения. Прежде чем мы начнем принимать заключение совета, это наш завершающий технический этап. Пожалуйста, Бермет Аскаровна. Хотела бы поблагодарить членов диссертационного совета, своих оппонентов. Надеюсь, что на этом я перестану вас мучить, как я это делаю на протяжении 10 лет. Огромное спасибо. Удачи вам, успехов. Всего доброго. Спасибо. Ну, мы надеемся тоже, что вы не оставите научную работу и, может быть, примите участие в наших конференциях, мероприятиях, которые в Рипломатической Академии проходят. Итак, уважаемые коллеги, наша совершающая по этой диссертации часть – это принятие заключения диссертационного совета. Проект заключения у нас представлен. Спасибо. Спасибо.